Каменка-блокпост. На время работы сапёров населённые пункты закрыли для местных жителей. Перекрыты не только центральные въезды в посёлок. Вот такие посты выставлены даже на лесных тропах. В радиусе разлёта боеприпасов введён запрет на посещение лесов. Людей из Каменки эвакуировали в соседнюю деревню Малиновку. 29 человек поселили в пункте временного размещения. Остальные нашли приют у родственников и знакомых. Сейчас информируем всё население, деревни Каменка, других населённых пунктов, возможности или невозможности пребывания в населённых пунктах. Организовано трёхразовое питание. Всем нуждающимся предоставляют спальные места. В пункте временного размещения люди смогут находиться, пока Каменку и Арсенал полностью не обезвредят сапёры. Кормят очень хорошо, заботятся. Приходит всегда медпомощь. Таблетки, пожалуйста. В том, что находиться в Каменке всё ещё опасно, местные жители убедились накануне на складе боеприпасов. Из-за попадания молнии произошёл новый взрыв. Большим осколком пробило лобовое, помелки, пробивало крышу, капот и лобовое стекло тоже. Есть раненые. 12 человек обратились за помощью медиков. Четверо пострадавших госпитализированы. Чтобы подобное не повторилось, посёлок исследуют с помощью беспилотников. Склад продолжают проливать. Военно-транспортные самолёты Ил-76 сегодня совершили 20 сбросов воды. Кроме того, в ликвидации последствий ЧП применяют бронетехнику. Пожарные машины на базе танка проливают территорию склада. А с помощью робототехнических комплексов Уран-14 военные проникают в самые опасные места. Управление осуществляется дистанционно. Пока люди вынуждены находиться вне дома, их имущество охраняет полиция и Росгвардия. Мародёры, которые пытались воспользоваться ситуацией задержаны, похищенные вернули владельцам. Для того, чтобы ускорить работу сапёров на месте ЧП усиливают группировку. Самолётом «Руслан». Из Свердловской области переброшены инженерные машины разграждения. После очистки посёлка от боеприпасов работы по восстановлению возобновят.